Приветствую всех, это канал Диктатура Закона, меня зовут Жасулан, это Кайрат И сегодня мы, как всегда, делимся с вами своим юридическим опытом Сегодня мы поговорим с вами о трудовых отношениях Об отношениях, которые могут сложиться между генеральным директором и, к примеру, каким-нибудь ТО Казалось бы, должность генерального директора – это высшая административная должность Но, как оказалось на практике, это совсем не так Это единственная должность, которая не защищена законом И уволить генерального директора можно вмиг и по щелчку двух пальцев Почему так? Погнали разбираться! Друзья, начнем с того, что любой работник в Республике Казахстан Помимо своих функциональных и должностных инструкций Обладает еще и правами и обязанностями, которые предусмотрены Трудовым кодексом Этот закон регулирует почти все отношения между работниками и работодателем Вне зависимости, государственная это служба или обычная гражданская работа Каждый солдат мечтает стать генералом Так говорят военные Каждый из вас также хочет подняться по карьерной лестнице Завоевать карьерный Олимп и стать хорошим руководителем Но представьте, вы пришли на работу и узнали, что вы уволены владельцем компании Ты голодранец! Ситуация шоковая В некоторых ситуациях даже конфликтная, потому что уведомления об увольнении вы не получали Предупреждения не было и также не было дисциплинарных взысканий А тут, друг, вы нам больше не нужны, у нас новый директор И уважаемые экс-директора, вам ничего не остается делать, только как собрать свои вещи И сдать какие-то документы своему работодателю На первый взгляд можно сказать, как нарушается права работника При любом увольнении работодатель предупреждает работника за месяц вперед Но не всегда так бывает Оказывается, согласно трудового законодательства Директор в данном случае не защищен законом Невозможно работать! А в соответствии с пунктом 3 статьи 49 Трудового кодекса Предусмотрено, что основанием прекращения трудового договора является расторжение трудового договора по инициативе работодателя В силу под пункта 23 пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса Трудовой договор с работником по инициативе работодателя может быть расторгнут в случае прекращения полномочий руководителя исполнительного органа по решению собственника имущества юридического лица Друзья, даже несмотря на то, что между генеральным директором и компанией будет заключен трудовой договор суд в отдельных случаях может не брать его во внимание и условия его расторжения станут ниже норм Трудового кодекса Итак, Алматинский районный суд, рассматривая гражданское дело о признании решения об увольнении недействительным Восстановление на работе и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула установил, что ИСТЕЦ работала в ТВО в должности директора, что сторонами не оспаривалось Единственным участником принято решение о прекращении полномочий и освобождении от занимаемой должности директора ТВО Трудовой договор от 1 августа 2014 года с ИЦОМ прекращен, основанием которого стало расторжение по инициативе работодателя Ну и главное, доводы ИЦА о несоблюдении процедуры увольнения в судебном заседании своего подтверждения не нашло поскольку в случае увольнения работника по инициативе работодателя по основаниям под пункта 23 пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса предварительное уведомление работника не требуется Грубый век, грубые нравы, романтизму нету Вместе с тем, друзья, Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан так не считает Смотрите, что они мне ответили Во-первых, они соглашаются с тем, что действующий Трудовой кодекс Республики Казахстан не регламентирует порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя по решению собственника имущества юридического лица с руководителем исполнительного органа Но далее разъясняет, что в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 23 Трудового кодекса работодатель обязан соблюдать требования Трудового законодательства Республики Казахстан соглашений коллективного трудового договоров На основании вышеизложенного работодатель обязан был предупредить работника о предстоящем расторжении Трудового договора в сроки, предусмотренные Трудовым договором К сведению, в настоящее время Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в рамках нормотворческой деятельности готовится ряд поправок в том числе по вопросу регулирования труда руководителя исполнительного органа юридического лица и других членов коллегиально-исполнительного органа юридического лица Нет, не получится Но, друзья, как говорят, обещания три года ждут, пока ничего не изменилось И сегодня мы фиксируем коллизию в законе, от которой могут пострадать отдельные взятые уважаемые генеральные директора А мнение министерства, к сожалению, суд не интересует И точку он поставит только тогда, когда будут изменения в законе Так что, директора, бдите законно, заключайте трудовые договора, а лучше целые контракты Это диктатура закона и у вас есть право знать На этом, друзья, мы с вами прощаемся Подписывайтесь на этот канал Здесь еще будет много полезного и интересного Всем огромной удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok